Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Токены Skyway и недавно озвученная руководством фонда Skyway Invest Group программа CryptoUnit — два не связанных друг с другом проекта. Чтобы избежать недоразумений, мы расскажем о различиях проектов. Белорусское издание «Народная газета» выпустило статью о разработках ЗАО «Струнные технологии». Журналисты издания лично испытали струнный транспорт и заявили, что проект, который еще совсем недавно казался несбыточной мечтой, обретает реальные черты. Чтобы рассказать, как работает экономическая модель Skyway, информационная служба компании подготовила видео о том, кто входит в группу компании Skyway, почему краудфандинг сокращает затраты на реализацию проекта и какими активами компания и ее инвесторы владеют уже сегодня. Увеличение доли автономного транспорта, внедрение Dubai Skypods и использование блокчейн-технологий для ускорения документа оборота. Предлагаем краткий обзор самых перспективных планов по развитию городской инфраструктуры Дубая. Реакция на Dubai Skypods в Объединенных Арабских Эмиратах, первый тропический юникар и стратегические планы развития технологии Skyway, белорусская газета «Минская правда» рассказала об успехах проекта струнного транспорта. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 28 февраля представители инвестиционного фонда Skyway Invest Group объявили старт программы крипто-юнита. Об этом сообщается на сайте фонда. Проект призван дать его участникам, цитата, возможность стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда. Эта инициатива не имеет прямого отношения к выпуску токенов Skyway и запуску собственной блокчейн-платформы, которые анонсировали в октябре 2018 года в рамках акции «Реинвестирование и выкуп». Как сообщалось ранее, блокчейн-платформа Skyway призвана стать основой системы сбора данных, управления и расчета внутри создаваемой глобальной энергетической и транспортной сети. Комплексное развитие сети Transnet обеспечит капитализацию токенов, а их владельцы смогут получить доход от проектов, реализуемых с применением струнного транспорта Skyway. Релиз блокчейн-платформы Skyway состоится в ближайшие несколько месяцев. Белорусское издание «Народная газета» выпустило статью о разработках ЗАО «Струнные технологии». Журналисты издания не только прокатились по дороге будущего, но и поделились собственными впечатлениями о знакомстве с коллективом проектной организации Skyway, отметив, что проект, который еще совсем недавно казался несбыточной мечтой, обретает реальные черты. Вот что написали журналисты издания. Инженерные решения проходят детальную практическую проверку и сертификацию, необходимые для вывода технологий на мировой рынок транспортных услуг. Каждая деталь и каждый узел новых моделей проверяются долго и скрупулезно. В «Мариной горке» на испытательном полигоне тщательно изучаются все характеристики нового транспорта. Компания уже получила первые сертификаты на Unibus и Unibike. На подходе и другие образцы. Работа не прекращается ни на день. Экономическая модель Skyway — это сложная система. Поэтому у людей, которые интересуются проектом, часто возникают вопросы о том, как именно функционирует краудфандинг в проекте струнного транспорта. Команда Skyway всегда старается подробно и доходчиво разъяснять сложные темы, поэтому новостная служба подготовила видео об экономической модели, по которой финансируется создание струнного транспорта. О том, кто входит в группу компаний Skyway, почему краудфандинг сокращает затраты на реализацию проекта и какими активами инвесторы компании владеют уже сегодня, смотрите в новом видео на нашем сайте. Объединенные Арабские Эмираты в целом и Дубай в частности — это ключевые точки торговли и логистики не только в регионе, но и в мире. Реэкспорт — важная статья доходов этого богатого города, а в последнее время в нем быстро растет туристическая отрасль. Основа развития как торговли, так и туризма — это эффективная и современная транспортная инфраструктура. Торговые порты, скоростные городские и междугородние линии, аэропорты. Руководство Дубая хорошо понимает значимость транспортной отрасли для развития города, поэтому местный транспортный департамент разработал долгосрочный план развития инфраструктуры. В приоритете теперь автоматизация, технологичность и экологичность. О том, какие решения для достижения этих целей предлагают транспортные специалисты Дубая, читайте на нашем сайте. Белорусское государственное издание «Минская правда» рассказало об успехах проекта SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах. Журналистка издания подчеркнула, что SkyWay не только продвигает струнные технологии за границей, но и продолжает улучшать инженерную и производственную базу в Беларуси. А интерес со стороны иностранных партнеров лишь подтверждает правильность вектора развития компании, пишут в «Минской правде». Вот что рассказала журналистка издания о направлении развития проекта. Сегодня есть и те, кто задается вопросом целесообразности этого проекта. Однако заинтересованность разработками белорусской компании в разных странах мира только подтверждает — выбрано правильное направление для развития. В Беларуси проект продолжает развитие производственной базы, расширяется штат сотрудников компании. Сегодня коллектив ЗАО «Струнные технологии» — это более 800 человек. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что SkyWay — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok